Аргейм Рос. Солдатики. История. Их модельницы. Аргейм Рос. Здравствуйте. В этом фильме мы ответим с вами на вопрос. Чем щит в македонской фаланге отличается от греческого гоплицкого щита? Сначала я расскажу про гоплицкий щит, с которым сражались знаменитые спартанские и афинские воины. Потом перейдем к загадочному депилонскому щиту. Мы раскроем тайну биотийского щита. Познакомимся с великим реформатором военного дела Эфикратом. А после этого перейдем к щитам македонян. Не отключайтесь, будет интересно. Просматривая видео с разных военно-исторических ютуб каналов, я сталкиваюсь частенько с тем, что авторы не видят разницы между щитами тяжелой пехоты македонян и греков. А разница есть. Давайте с вами в этом разберемся. При этом опираться мы будем на научные труды. За основу возьмем книгу Питера Каноли «Греция и Рим». Энциклопедия военной истории. Журнал «Новый солдат» номер 83. Греческий гоплит. Воспользуемся сайтом о военной истории «50-й легион». Также другими источниками список литературы я укажу в конце фильма и в описании. Итак, начнем с греков. Еще на закате Микенской эпохи существовали круглые щиты. В Пилосе нашли фреску с изображением воина 13-го века до нашей эры. Видно, что у него щит подвешен на руке, а по краю идет кромка. Трактовать это изображение можно по-разному. Например, что это просто плоские деревянные щиты, биты кожей. Кожа загнута за край и прибита гвоздями. Может, это и ранние образцы так называемых гоплицких щитов или гоплонов. Это реконструкция воина из Пилоса, сделанная именно с таким щитом. Установлено, что в 8 веке до нашей эры гоплоны, или, как их еще именуют ученые, аргивские щиты, уже точно появились в Греции. Найдено множество их изображений на вазах. В этрурии на опининах был найден гоплицкий щит в очень хорошей сохранности. Изучив его, ученые установили, что сердцевину щита составляли деревянные доски шириной 20-30 см, склеенные между собой в один блок. Этот блок тщательно обрабатывался, пока не приобретал форму чаши. В данном случае чаша диаметром 82 см и глубиной 10 см. Окантовка щита шириной примерно 4,5 см. Внутренняя поверхность щита усилена деревянными планками из тополя или ивы. Они прибиты перпендикулярно направлению волокон сердцевины досок, из которых сделаны основания щита. На вазе из чики 7 века до нашей эры видно на щитах их внутреннее устройство. Планки прикреплены под разными углами. В том месте, где к щиту прижималась рука воина, крепили кожаную прокладку для удобства. То есть не всю поверхность обклеивали, а лишь ту часть, где рука соприкасалась с щитом. Иногда пишут, что это дополнительная защита руки. Например, Питер Каноли высказывает такую гипотезу. Но мне все же кажется, что тут речь идет именно об удобстве. Обратите внимание, что все щиты желтые, как и поножи и шлемы. Почти гарантированно, что они бронзовые. А внутренняя поверхность на изображении другого цвета. То есть она не из бронзы. Следовательно, это ткань или кожа. Причем скоба для крепления руки желтая, то есть тоже металлическая. На более поздних изображениях щитов не видно внутренних планок. Видимо, всю поверхность стали обшивать кожей. С лицевой стороны щит полностью покрывали листовой бронзой. Толщина листа составляла всего полмиллиметра. Но в сочетании с другими слоями кожи и дерева это давало надежную защиту. Бронзовый лист заходил за края щита где-то на 4 сантиметра. При этом не видно неизбежных морщин. Современные технологи до сих пор не могут объяснить, как достигался подобный эффект. Рукоятка крепилась к щиту в последнюю очередь. Главная рукоятка Попракс, за которую заводилось предплечье, располагалась в центре щита. Две пары скобок крепились к внутренней стороне щита ближе к его кромке. Выше и ниже кромок крепились 4 кольца. Часто на основании в виде розетки. Через кольца и скобки пропускался шнур, образующий кольцо. Этот шнур образовал рукоятку, за которую воин ухватывался кистью левой руки. Ее называли антилабема. Рукоятки располагались так, чтобы волокна древесины щитов шли параллельно предплечьем. Общий вес реконструированных щитов колеблется в пределах 7 килограмм. Почти все сохранившиеся до наших дней образцы происходят из сокровищниц, различных храмов и относятся к архаическому периоду. Эти щиты богато украшены. Возможно, в классический период щиты стали проще и менее декорированы. До конца 5 века до н.э. щиты могли с лицевой стороны не покрывать бронзой, а ограничиваться кожей. И только кромку усиливали бронзовым листом. Вы видите видео реконструктора экипировки гоплита. На щитах греки рисовали различные эмблемы. Герб своего рода, изображение богов и героев из мифологии. Со второй половины 5 века до н.э. Геральдика почти полностью вытесняется гербами полисов. У спартанцев это была лямбда, у афинян – альфа, у фиванцев – палец и геракла и т.п. С этого периода все щиты с наружной стороны покрыты бронзой. Обратите внимание на то, как реконструктор держит щит. Схватиться второй рукой за копью и держать его двумя руками невозможно. Это принципиально важно. Еще раз подчеркну, копье держится одной рукой. Когда греки столкнулись с противником, имеющим множество застрельщиков, они стали модернизировать свои щиты. В конце 6 века до н.э. появляются вот такие вот занавеси. Они делались из ткани или кожи. Задача состояла в прикрытии ног воина от стрел, дротиков и камней. Подобная конструкция, видимо, вешалась на щитах воинов, стоящих в первом ряду. На лазе видно, что занавеска на щите только у одного воина, а у других ее нет. У греков был еще один тип щитов для пехоты ближнего боя. Его называют дипилонским щитом или щитом с боковыми выемками. Давайте разберемся, откуда он взялся. Вернемся снова в Микенскую эпоху. В этот период существовал щит-восьмерка. Он хорошо изучен историками, так как есть его изображение как в фаз, так и в профиль. Так его рисовали на стенах дворцов. А это печать с изображением этого щита сбоку. Ну а это современная реконструкция. Видно, что он сильно выпуклый. Состоит он как бы из двух щитов. Откуда вообще взялась идея делать такие щиты? Можно с уверенностью предположить, что в Микенскую эпоху была битва, в которой должно было участвовать какое-то греческое войско. Их враги имели много стрелков, поэтому воины боялись идти на битву, так как у них были небольшие щиты. И укрыться от массированного обстрела было проблематично. И тут кто-то предложил соединить два щита вместе и дать такое вооружение воинам первого ряда. Почти наверняка это предложил религиозный деятель или вождь, сославшись на волю богов. Эти воины пошли на битву с соединенными щитами и победили. Для этого региона это была какая-то важная эпическая битва. После этого воины решили, что если они будут соединять по два щита, то боги сделают их непобедимыми. У людей в ту эпоху было мифическое религиозное мышление. Видимо, они одержали еще ряд побед, что подтвердило их веру. Это породило стремление делать сдвоенные щиты. Со временем появился какой-то оружейник, мыслящий более практично и создал более удобный щит-башню. Он убрал ненужные боковые выемки. Но с религиозным фанатизмом воины продолжали пользоваться щитами-восьмерками. Нужно отметить одну особенность щитов-восьмерок. Воины, вооруженные ими, сражались длинными пиками длиной до трех с половиной метров. Они их удерживали двумя руками. Щит удерживался системой ремней. Разные реконструкторы их моделируют по-своему. Наиболее распространены вот такие системы креплений. Щит просто висит на ремне, перекинутом через шею. Обратите внимание, что других ремней нет. Щит-восьмерка весит довольно прилично. К тому же ремень на шее пережимает сонные артерии воина. Воин сам себя просто задушит этим ремнем. К тому же щит просто болтается на ремне. Вражеский воин, подойдя в упор, просто сдвинет его и убьет копейщика. В интернете нашел видео вот такого реконструктора. Хоть в его модели щита есть ошибки, но система крепления щита к руке очень разумная. Щит висит на левой руке посредством скобы. Также его дополнительно фиксирует ремень, переброшенный через плечо. При этом воин может удерживать копье двумя руками. Такая же система крепления должна быть и у щитов башен. Похожая система крепления щитов появится на Балканах в более поздний период. Про это я еще расскажу в фильме. Довольно долгое щиты-восьмерки процветали в Ахейском мире. Но спустя полвека после Троянской войны мекенская цивилизация погибла. Права был полный по всем направлениям. Просела и культура, и экономика. Погибли практически все города. Исчезла аристократия. Была утрачена письменность. Ремесла стали примитивными. Это я описывал в цикле фильмов про Троянскую войну на своем канале. Зайдите и посмотрите. Ссылки дам в описании фильма. Греки почти на 400 лет разучились писать, а гончары и ювелиры рисовать и делать сложные изделия. По этой причине ученые не знают, какое было оружие в этот период. В 8 веке до нашей эры греки стали оправляться от катастрофы, вызванной гибелью мекенской цивилизации. Появляются гончарные изделия, где нарисованы воины. Это кратер, найденный в Дипилонском некрополе. Датируют его 8 веком до нашей эры. Можно видеть примитивные рисунки. Для сравнения взгляните на керамику мекенцев. Небо и земля. Разницу уровня мастерства видно сразу. Но это первые рисунки после сотен лет полного культурного упадка. Это было начало возрождения греческой культуры от примитива до почти недосягаемых для окружающих народов высот. Ну а пока мы видим странные щиты. Их называют по месту находок дипилонскими. Как называли их греки неизвестно. Они имеют огромные выемки с боков. На сайте 10-й легион есть статья «Беотийский щит. Иконографический феномен». Д. П. Олексинского. Автор пытается доказать, что дипилонский щит произошел от щита восьмерки. А более поздний биотийский щит, который греки рисовали на вазах, вообще не существовал. Я, конечно, не профессор, но вижу явные нестыковки в этой теории. Но обо всем по порядку. Автор утверждает, что мы не знаем, как выглядел дипилонский щит сбоку. А из этого делает вывод, что он мог быть таким же выпуклым, как и щит восьмерка. Он ссылается на рисунки, выше приведенные мною. Но помимо них есть одна прекрасная фигура воина из Кордица, Фессалии, Северной Греции. С 700-го года до нашей эры. Видно, что щит у него этого воина практически полностью повторяет рисунки на вазах. Вырезы огромны. Щит явно из прутьев, обтянутых кожи, так как видны продольные полосы на внутренней стороне щита. Видимо, щит был плоским. Похоже, щит отвалился от фигурки, и реконструкторы его пытались примастить то на спину, то на руку. Отсюда вот такие вот фото. Его конструкция явно не такая, как у щита восьмерки. А на какие щиты он похож? Вот карта. Посмотрите, кто жил рядом с греками. Взгляните на щиты хеттов. Это барельеф из Хаттусы. У воина щит состоит из двух кругов, соединенных в центре. Щит маленький. Вот еще щиты. Это прорисовки с египетских фресок. В честь победы фараона Рамзеса II в битве при Кадеше над хеттами. Щиты небольшие и заужены в центре. Довольно стилизованные круги. На греческом щите восьмерки они достаточно четкие. Отсюда можно предположить, что щиты восьмерки зародились у греков в Микенский период. Они распространились по всему Игейскому региону и попали к хеттам. Те их переосмыслили и уменьшили их размеры, оставив небольшие выемки с боков. Традиции делать такие выемки переняли греки, и это породило дипилонский щит. Ну а на востоке такие щиты переняли персы спустя сотни лет. Эти выемки носили, видимо, религиозный мифологический характер, так как практического их назначения определить невозможно. С появлением гаплонов ситуация стала меняться. Он был гораздо более удобным и практичным. От щитов дипилонского типа греки стали массово отказываться, но часть воинов не желали этого делать. Специально для них был создан гаплон, но с выемками по бокам. Воины, боявшиеся лишиться покровительства богов, если они уберут из щита эти выемки, теперь могли идти в бой смело. Щиты этого типа принято историками называть биотийскими. Именно этим объясняется, что щиты, гаплоны и биотийские встречаются на вазах вместе. Их материалы были идентичны и обеспечили почти одинаковую защиту воинам. Поэтому воины могли встать в единую фалангу и построить стену из щитов. Выемки на биотийских щитах находятся в тех местах, где у воина голова и живот. Вот. Петер Каноли высказал гипотезу, что вырезы нужны для того, чтобы в них пропускать длинную пику. После этого воин якобы мог взять пику двумя руками и при этом прикрываться щитом. Эта идея не находит практического подтверждения. Видно, что через выемку в щите схватить копье левой рукой невозможно физически. ДП Олексинский и ряд других ученых считают, что биотийского щита не было вообще. Такие ученые говорят, что греки, рисуя на вазах сцены из мифологии, помещали туда воинов с щитами биотийского типа, чтобы подчеркнуть вымышленность сюжета и то, что он показывает глубокую древность. Лично мне кажется, эта идея странной. Но, во-первых, для греков мифические сюжеты были не вымыслом, а частью их реальной жизни. Они верили, что Аполлон или Орес с Афиной не только существуют, но и постоянно вмешиваются в жизнь смертных. К тому же, общеизвестно, что древние художники не понимали, что в прошлом оружие и одежда могли отличаться от их повседневной реальности. По этой причине рисунки на сюжет из троянского цикла показывают нам воинов в тех доспехах, которые были в эпоху создания этих произведений, а не в эпоху реальной троянской войны. По Олексинскому получается так, что нарисованные на вазе одежда, доспехи, шлемы соответствуют, например, VI веку до н.э., а щит типа имитирует древнее оружие. Это глупо, когда художник попытался бы стилизовать и доспехи под прошлую, и одежду, но этого нет. Каждый грек, слушая или читая произведения Гомера, знал, что у Одиссея был шлем из кабаньях клыков. Это археологические находки такого типа шлема. Они относятся к Микенскому периоду, и они были сильно распространены. Но ни на одной вазе VI или III века до н.э. нет никаких попыток изобразить подобных шлемов. Отсюда вывод, что художник рисовал то, что видел своими глазами. Даже читая описание шлема Гомера, он все равно рисовал экипировку воинов своей эпохи. Раз на множестве керамики изображены щиты с выемками, то они явно были в реальности. В VI веке мода на биодийские щиты пропадает. Но даже в IV веке на ряде монет можно видеть подобные щиты. Пока что ученые не нашли ни один биодийский щит. Но это не значит, что их не существовало. Дальнейшее развитие армии в Греции привело к тому, что в конце V в начале IV века появляется новая тактика боя. Полководец Эфикрат разработал и внедрил новые типы войск. Это были пельтасты. Отличием от застрельщиков, которых греки знали и до Эфикрата, было то, что эти бойцы были вооружены новым типом щита – пельтой. И оружием ближнего боя. Плюсом этих бойцов была высокая дисциплина и обученность ведению боя как стрелкового, так и ближнего. На реконструкции Карачука видно такого воина. Точно неизвестно, как выглядели эти пельты. И художник изобразил два варианта. Овальный плетеный щит висит за спиной, а у ног стоит щит фракийская пельта. Обратите внимание на шлем и меч в ножнах. Эфикрат провел реформу не только застрельщиков, но и тяжелой пехоты, использующих линейную тактику. Нас интересует, какие он вел щиты. Это были небольшие щиты, видимо плетеные из прутьев и обтянутые кожей. Вы видите их примерный вид. Крепление щита к руке позволяло держать копье двумя руками и одновременно прикрываться щитом. Эфикрат ввел в свои фаланги копья или пики длиной в два раза больше, чем были у греков. Их длина составляла примерно 4,5-5 метров. Держать такое оружие можно было только двумя руками. Продолжателем дела Эфикрата был Филипп II. Будущий царь Македонии и отец Александра Македонского было в молодости заложником в грекцем городе Фивы. Он лично видел гоплитов нового типа и понял их потенциал. Вернувшись на родину, Филипп начал военную реформу в Македонии. Он усовершенствовал идеи Эфикрата и создал знаменитую македонскую фалангу. Длина копья выросла до 5,5 метров. У воинов появились новые щиты. Римский историк II века до н.э. Палиен в своем трактате «Военные хитрости» описал Македонян так. Филипп приучал Македонян перед сопряженными с опасностью военными предприятиями часто в полном вооружении проходить 300 стадий, неся на себе одновременно шлемы, пельты, поножи, сарисы, а также, сверх того, провиант и всю утварь, которые они пользовались в своем повседневном обиходе. То есть мы видим, что щиты в фаланге называются пельтами. По идее, это щиты из прутьев, обтянутой кожей. То два варианта реконструкции. Первый. Щиты были реально легкими и копировали вооружение гоплитов Эфикрата. Второй вариант. Щиты были из дерева и бронзы, и по конструкции и внешнему виду похожи на пельты Эфикрата. Вечно я придерживаюсь второго варианта. Если изначально щиты были из прутьев, а потом переделывались, то про это древние авторы обязательно упомянули бы в своих сочинениях. А таких сообщений нет. Тут сработал, видимо, следующий механизм подмены понятий. Когда появляется какая-то новая вещь, человек его может назвать более привычным словом. Простой пример. В Великой Отечественной войне словом автомат называли пистолет-пулемет. Когда появились автоматы Калашникова, их стали называть также автомат. Хотя эти виды оружия существенно отличаются друг от друга. Если первый стреляет пистолетными пулями на относительно коротких дистанциях, то второй ведет огонь ружейным патронам с соответствующим бойностью и дальностью стрельбы. Так же и у древних происходило наложение одного и того же названия на разные по конструкции, но сходные элементы вооружения. В Греции и Македонии словом аспис обозначали любые щиты. Это эквивалент нашему слову щит. В современной науке принято асписами называть щиты македонских пензетаеров или фалангитов, тем самым отличая их от греческих гаплонов. Как выглядели эти щиты? Есть масса древних изображений. Щит с памятника в Дельфах, в честь победы римлян над македонянами. Обратите внимание на крепление щита к руке. Скоба и ручка. А вот барельеф из пергама. Мы видим сложенные щиты. Это явно не гаплоны. Это боковой разрез македонского и греческого щита. Единица – это аспис, а двойка – гаплон. Щиты сильно отличаются в разрезе. В пергаме археологами был обнаружен щит. Он изрядный истлев, но используя современные научные методы, его можно было восстановить. Он был деревянным и обшит снаружи бронзой. Диаметр 65 см. Но это не единственная находка. На сайте «Десятый легион» есть отличная статья Ю.Н. Кузьмина. Заметки о щитах македонского типа. Литературная традиция, археология, эпиграфика. В ней показаны археологические находки, по которым можно получить представление о щитах македонян. Так археологи нашли фрагменты щитов в Додоне и Вегоре. Посмотрите на них. Видно, что бронзовая обшивка была прочеканена. Найден также фрагмент щита в Старо-Бонче. Мы видим чеканку в виде астрономических рисунков и надпись, которая читается как имя. Диметрий I Полиаркет. Он правил с 306 по 287 год до н.э. Это означало, что этот щит сделан в государственной мастерской. И на щите начеканено имя царя, который правил в этот период. Такие же чеканки находят на других видах македонского оружия. Характерной особенностью македонского вооружения является то, что оно делалось за государственный счет, в отличие от греков. Массовое производство качественного оружия по более низкой цене позволило македонцам создать огромную, хорошо оснащенную армию. Если так можно сказать, государственное, плановое производство показало превосходство над хаотичностью частных греческих мастерских. Но это слишком большая тема, чтобы ее сейчас касаться. Археологами найдена вот такая форма для чеканки узоров. То есть художник не выдавливал каждый раз на щите рисунок. Заново. Окрепил лист бронзы к форме и молотком простукивал ее. Рисунок выдавливался на бронзовой заготовке. Как это делается, вы можете поглядеть на работе этого мастера. Он делает чеканку для греческого гаплона. Кромку щита покрывает бронзовым листом с чеканным рисунком. Видно форму, на которую кузнец кладет бронзовый лист и простукивает его. Получается ровный чеканный рисунок, который относительно легко делается. На этой римской фреске из Боско-Реали виден македонский щит бронзового цвета. На нем чеканка в виде виргинской звезды. Сейчас историкам известно уже порядка 12 рисунков на македонских щитах. Археологами была обнаружена фреска в гробнице Айос Афанасиос, датируемая концом 4 века до н.э. На ней изображены македонские воины. Обратите внимание на щиты. Они окрашены. Виден даже чеканный узор по краю щитов. Похоже, македоняне окрашивали свои щиты. Рисовали по бронзовой чеканке. Также щиты могли покрывать тонким слоем олова. В армии селевкидов было такое подразделение, называемое аргираспиды, или по-русски серебряные щиты. Также были еще подразделения бронзовые и золотые щиты. Вполне возможно, что рисунки на щитах были одинаковыми в целых подразделениях. Ну, например, в таксисе или синтагме. То есть у македонцев была военная форма. Щит Аспис имел диаметр в районе 60-75 см. На щите была ручка для кисти. Ее использовали, если фалангит ввел бой не пикой, а мечом. Например, пики сломались или при штурме крепости врага. Также на щите можно видеть ремень, перекинутый через шею воина. На него перераспределялась часть веса щита при переноске, а также им регулировалось положение щита в боевом положении, когда кисть левой руки удерживала пику. Общий вес реконструируемого щита составляет 5 кг. Конструкция щита позволяла иметь македонскому воину приличную защиту, посвобождала левую руку для удержания большой пики. Подчеркну это еще раз. Вся конструкция щита была заточена именно под удержание пики двумя руками, и при этом воин был еще прикрыт щитом. Решались именно эти принципиальные задачи. Греческие же щиты для гоплитов создавались для того, чтобы воины смыкали их между собой, образуя стену щитов, а копки удерживали одной рукой. Исключение только гоплиты и фикрата, но мы про них уже говорили. Я описал щиты, которые были у македонских пикинеров. Это знаменитый саркофаг Александра Македонского. Он украшен барельефами, изображающими сцену битвы, персов и македонян. Македонян – гоплитские щиты. Отсюда некоторые ученые делают вывод, что это изображение, в том числе и пикинеров. Например, в такой точке зрения придерживается Николас Секунды. Но мы с вами уже знаем, что с такими щитами невозможно держать пики. Отсюда простой вывод, что на саркофаге показана элитная пехота македонцев, а именно гипосписты. Про это подразделение я уже делал фильм на своем канале, так что можете его посмотреть. Именно из-за различных интерпретаций изображений этого саркофага появляются ошибочные реконструкции вооружения македонских пикинеров. Итак, мы с вами рассмотрели данную тему и видим, что щиты греческих гоплитов – это не то же самое, что щиты македонских пикинеров. Так что теперь вы научились отличать разные типы щитов. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Варгейм Рус, Солдатики, История, Моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересное видео. Редактор субтитров А.Семкин